Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все о монетах. Друзья, монеты современной России стоят не только свою номинальную стоимость, некоторые стоят больше. Все зависит от редкости штемпеля либо брака. Да, бракованные монеты ценятся, но опять же не все. Уважаемые зрители, в сегодняшнем обзоре мы с вами проговорим такую тему, как раскол штемпеля на монетах Российской Федерации. Какая цена и какая востребованность. Брак вообще интересное явление в нумизматике. По идее, бракованные монеты не должны уходить в оборотное хождение. При выявлении бракованной продукции, обычно в переплавку уходит вся вновь отчеканенная партия монет. Но ОТК тоже не всесильна, поэтому часть брака уходит в оборот. И сегодня мы рассмотрим монетный брак, который называется расколом штемпеля. Итак, на монетном производстве сначала вырубаются заготовки, а затем они попадают в чеканочный узел. В результате холодной чеканки и появляются монеты. Что такое раскол штемпеля? Чеканочные штемпеля имеют свой ресурс. Когда этот ресурс выработан, то штемпель начинает колоться. И когда он бьет по заготовке, то на последней, за поле выходит часть металла. Появляется выпуклая линия. Расколы штемпеля бывают неполные и полные. Сразу хочется отметить то, что неполные расколы не особо ценятся коллекционерам. Практически всегда это бонус к более дорогому браку. На фото, которое вы видите на своих экранах, представлены полные расколы на монетах с достоинством в 1,5 копеек. Согласитесь, красавцы, да? На этих фотографиях представлены монеты номиналом в 10,5 копеек. Полные расколы по аверсам и 1 рубль с полным расколом реверса. Так как штемпеля колятся все и на всех номиналах. Для полноты картины добавлю примеры монет с полными расколами на номиналах в 2,5 и 10 рублей. Итак, какая же стоимость монета с расколами? Друзья, я повторюсь, с неполными расколами это только лишь бонус. А с полными рублей 100-200. Помнится, в 2011-2013 годах расколы стоили намного дороже. Но спустя время их стали находить пачками. Поэтому цена и просела. Некоторые жирные расколы могут стоить по 500-1000 рублей. Остальные же не столь дорогие. Еще существуют монеты с двусторонним расколом штемпеля. Но это уже будет совсем другая история. Если она вам интересна, оставьте, пожалуйста, комментарий под этим видео в описании. Друзья, если вам понравился этот обзор, я прошу поддержать его лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok